В марте на строительной площадке компании Savalmash произошло знаковое событие. Строители впервые явили инженерные коммуникации внутрь здания проектно-конструкторского технологического бюро. Был проложен водопровод к помещениям противопожарной безопасности. Продолжили земляные работы по прокладке других коммуникаций, канализации, ливневки. Внутри здания выполнялось еще больше задач. Монтировались межкомнатные перегородки. Внутри производственной части и на первом этаже административно-бытового корпуса монтаж подошел к концу. Устанавливались окна и двери между помещениями. Был выполнен монтаж электрических силовых щитов. Прокладывались лотки для кабель-каналов. Выполнялась разводка электричества и других инженерных сетей. Монтировалось оборудование. Был установлен лазерный комплекс. Продолжилась установка оборудования в испытательной лаборатории и на других участках. Начались пусконаладочные и другие работы. В складской части здания продолжился монтаж стеллажей, предназначенных для готовых изделий и материалов. В марте о компании «Савелмаш» рассказали сразу в нескольких российских и зарубежных СМИ. Авторитетный деловой журнал Business Excellence опубликовал статью на шести полосах под заголовком «Двигатели Дуйнова. Проект своего времени». В публикации подробно рассказано о преимуществах технологии «Славянка» и истории ее возникновения, практическом применении технологии и, в частности, о сотрудничестве с «Савелмаш» с партнерами из Китая. В статье говорится также о строительстве проектно-конструкторского технологического бюро в Зеленограде и о краудинвестинговом способе финансирования проекта. Публикация содержит блиц-интервью с Дмитрием Дуйновым. Телеканал «Бизнес-24», посвященный экономике и бизнесу Коди Вуара, выпустил в эфир два репортажа о проекте «Двигатели Дуйнова». Первый был посвящен открытию офиса Solar Group, а второй – конференции, которая прошла в Абиджане. Журналисты пообщались с топ-менеджерами компании, ведущими партнерами и участниками событий. Аудитория телеканала узнала о технологии «Славянка», уникальных электродвигателях, строительстве по КТБ «Соволмаш» и возможности стать совладельцем предприятия. О строительстве по КТБ упомянули на сайте инфопортал Зеленограда в заметке о планах промышленного строительства на 2023 год. По данным СМИ, всего в Зеленоградском округе строится 16 промышленных объектов. Из них в текущем году в эксплуатацию планируется ввести 8, в том числе по КТБ «Соволмаш». 2 марта состоялось торжественное открытие офиса компании Solar Group в Кот-де-Вуаре. Церемония прошла в Абиджане при личном участии топ-менеджеров Solar Group, коммерческого директора Павла Шацкого и руководителя направления рекламы и связи с общественностью Павла Филипова, а также руководителя производственной кооперации «Ресурс» Андрея Лобова, который провел демонстрацию электродвигателей на Славянке. В открытии офиса приняли участие национальный представитель Solar Group в Кот-де-Вуаре и еще ряде стран Жильвебер, ведущие партнеры компании и инвесторы проекта. Всего порядка 40 гостей. В офисе регулярно проводятся презентации проекта, встречи партнеров, а также демонстрируются электродвигатели на Славянке. Это третий офис компании Solar Group в Африке. Предыдущие были открыты в Бенине и Нигерии. 4 марта в Абиджане прошла крупнейшая в истории проекта конференция Solar Group для Африки. В ней участвовали более 400 гостей не только из Кот-де-Вуара, но и из Камеруна, Бенина, Сенегала, Буркина-Фасо, Ливана, Великобритании, Канады. В роли спикеров выступили те же лица, которые двумя днями ранее открывали офис компании. Участники мероприятия узнали самую актуальную информацию о проекте и ходе строительства по КТБ Савалмаш, получили ответы на свои вопросы от первых лиц и увидели двигатель на Славянке. Все это помогло им поверить в проект, лучше понять его суть и преимущество, принять решение об инвестировании. В личном кабинете Solar Group появилась возможность купить долю компании Савалмаш детям. Для этого инвестору нужно оформить специальный детский пакет. Это инвестиционные пакеты тех же номиналов и дисконта, что и стандартные, только они оформляются не на инвестора, а на его ребенка. Родители оплачивают пакет целиком, а когда ребенок достигнет совершеннолетия и верифицируется в личном кабинете, доли будут оформлены в его собственность. Можно купить несколько детских пакетов одному или нескольким детям. Приобрести пакет для ребенка и узнать больше о такой возможности можно в личном кабинете, в разделе инвестиции, вкладке пакета для детей. Мы улучшили процедуру верификации в личном кабинете и подготовили инструкцию по ней, чтобы вам было удобнее и понятнее верифицироваться. Нововведение снижает вероятность ошибок, и помогут вам пройти верификацию с первого раза. Теперь заполнение формы разбито на простые шаги. Для каждого шага добавлено описание и подробная инструкция, согласно которой нужно заполнять форму и загружать изображение. Напоминаем, верификация в личном кабинете нужна, чтобы документально оформить инвестиционные доли в собственность. Мы расширили возможности пополнения основного счета в личном кабинете. Инвесторам стало доступно цифровая платежная система Xeon. С ее помощью счет можно пополнить четырьмя видами монет. Платежная система Xeon отличается отсутствием комиссии, мгновенным поступлением средств и тем, что можно пополнить счет на сумму от 1 доллара. Следите за нашими новостями и будьте в курсе развития проекта.